ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нина принесла, надеюсь, она вам об этом расскажет, надеюсь, вам это все покажется очень интересным, потому что выглядит оно замечательно. Итак, в эфире программа Нины Бастетт, неочевидная, но вероятная. Номер телефона в студии 847-400-5200. Нина, добрый день. Добрый день. И сегодня я уже, честно говоря, устала от серьезных тем. Я думаю, наши радиослушатели тоже устали от серьезных тем, которые мы вели последние 3-4 передачи. И так как наша передача все-таки называется неочевидная, но вероятная, а все, о чем мы говорили, было очень очевидно, я решила сменить пластинку сегодня временно и перейти обратно к тому, о чем люди могут поспорить. Ну, типа в этом же разрезе. Я понял. Давай, вот у нас уже есть звонок, еще не знаем о чем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос как раз по-очевидному и невероятному. Прошу вас. А скажите, пожалуйста, а что такое любовь? Ага. Так. Ну, когда-то еще в школе мне сказали, что любовь – это встреча двух людей разнополых с повышенной температурой. Серьезно. Это мне вот когда-то дали такое определение. Поэтому, я не знаю, может, у вас другое определение. Попробуйте. Мы сегодня о любви говорить не будем. Поэтому отложим этот вопрос на следующую передачу. Это будет продолжение той, которую мы начали в прошлый раз. Значит, сегодня любви не будет. Короче. А любовь у нас всегда. Потому что я, как всегда, говорю, что я передаю вам любовь высших сил, ангелов и моей богини Бастет всем вам, дорогие радиослушатели. Поэтому любовь есть всегда. А про любовь по-настоящему и про эмоции мы будем говорить на следующей передаче. Мы продолжим. А сегодня мы будем говорить об очень такой интересной теме, и которая действительно очень неочевидна. Это о хрустальных черепах. А вот чтобы ты увидел, что такое череп, я вот такой маленький-маленький принесла. А хрустальный – это имеется в виду не из стекла, хрусталь, да, которое мы называем, а из горного хрусталя. То есть, в принципе, это кварцевые. Ну, я вот перед программой смотрел, да, это вообще кошмар. Нет, ну действительно, вы знаете, дорогие друзья, конечно, тут такие причиндалы. И это маленький совсем. Это маленький. Потому что тот, о котором мы будем говорить, он величину в человеческий череп. И это является мистикой и непознанным, который очень волнует с начала девятнадцатого века. То есть, есть вот такой же, только… Ну, не такой же, да. Это подделки. Это то, что сегодня производится в Китае для того, чтобы для эзотерических, для духовных практик и так далее. Потому что любой кристалл, о чем я буду говорить, имеет определенную энергетику. А есть, ты говоришь, такой же, только в человеческом размере? Ну, не один. Сегодня их делают много. Но мы говорим про тот, который приехал к нам, или прилетел, или пришел, неизвестно откуда. Вау. Так вот, это хрустальный череп, то есть, это из горного хрусталя, то есть, это из кварца. Это такой объект, который пристально вольнует внимание миллионов людей по всему смету уже. И считай, вот этот самый главный череп, о котором я буду говорить, он является главной находкой двадцатого века. Эти таинственные черепа, они удивили и заинтриговали весь мир, потому что они были настолько идеально отполированные, кристально-прозрачные, которые вообще непонятно откуда пришли. И эти хрустальные черепа, которые, я же говорю, не такие маленькие, как у нас сейчас в студии, а настоящие величиной, настоящий человеческий череп, подвергались симбиозному вниманию со стороны ученых. И возбудили воображение очень многих людей. Я не знаю, смотрели ли вы фильм, я вот недавно пересмотрела. Интересно, я начала готовиться к передаче, и я знаю, что есть фильм про Индиану Джонс. Да, есть такой. Про, когда он ищет череп. Темпл оф Думс, да. Темпл оф Думс, да, или? Да. Хруст, нет, я не знаю, как он называется. Разве Темпл оф Думс? Это старый фильм, наверное. А это новый, 2000, вот недавно пересмотрела, его на минуточку поставил Спилберг. То есть новый с Хэрисом Фордом. Вот я как раз буквально так интересно готовилась к этому, думаю, интересно его пересмотреть. Раз, и попадаю на него на Нетфликсе. То есть, чем же он так интересен? И чем вообще это легенды, и с чем, с какими легендами он связан? Хрустальные черепа находятся сегодня по всему миру. А началось это вот очень сильно волновать весь мир где-то в 19-м, начале 19-го века, потому что они начали вдруг выплывать неизвестно откуда. Кварц, из которого сделаны черепа, известен как минерал, который обладает природными свойствами усиления электрической энергии. И применяется в современной науке и технике. Мы это знаем уже, да? И до того, как я перейду к кварцу, вот я специально принесла такие очень интересные штучки здесь, потому что я сама, во-первых, я собираю кристаллы и камни. Во-вторых, у меня был магазин, я не знаю, многие из радиослушателей знают, был такой магазин James of Nature, и у меня еще до сих пор есть эта коллекция. В-третьих, я использую кварцы и вообще минералы, кристаллы для помощи своим клиентам, когда они приходят ко мне на сессии. А вот этот вот, посмотри, он уникальный, да? Он уникальный для тех, которые могут себе это представить. Это кварц в форме Washington Monument. Ага, это называется WAND. То есть вот эти вот, все вот эти такие причинталки называются WAND. Но чем уникален этот, это то, что в нем, вы видите, он как стекло, абсолютно прозрачное. Такое впечатление, как будто он вообще искусственный. И стекла сделан, да? Искусственный. То есть сегодня делают искусственные кварцы, а вот этот из коллекции, которые правительство Америки много-много лет, когда они поняли вот эти полупроводниковые свойства кварца, и вот эти, что они усиливают электрическую энергию, являются проводниками, когда они начали делать резисторы, то делали сначала из натурального кварца. А для того, чтобы была частота очень сильная, да, там, как радиоприемники, да, она должна быть очень-очень чиста. То есть вот называется включение, это инклуженс, их здесь нет. Да, абсолютно чистый, прозрачный Washington Monument. Да, и вот американское правительство по всему миру, по всему миру собирало и покупало дело закупки таких кварцев для того, чтобы их использовать. А когда они начали выращивать искусственные кварцы в 50-х годах, они выбросили всю свою коллекцию, всю свою, на маркет. Вот люди, которые занимались эзотерикой, целительством и вырезанием, да, из изделий, да, из этого кварца. Они этот кварц купили, и в некоторых коллекциях все еще существует. Вот я когда об этом увидела, случайно мне об этом рассказали, и мне удалось купить немного таких экземпляров этого кварца. Он действительно выглядит как будто бы абсолютное стекло. То есть, вот, но не из такого кварца, как ни странно, сделан из-за черепа, о котором мы будем говорить. Черепами, сделанными из кварца, интересовались даже, даже многие серьезные государственные структуры. Так, например, очень интересная есть история, что в 1943 году, уже почти в конце войны, в Бразилии была попытка ограбления местного музея. И при этом были задержаны агенты немецкого общества на Нерве. И когда они спросили, на допросах они показали о том, что они приехали в Бразилию, потому что Бразилия известное место, где вообще кристаллов кварца очень много, залежей. И они приехали туда, в Южную Америку, секретным судном для того, чтобы изъять хрустальные черепа богини смерти. То есть, считалось, что эти черепа, это черепа богини смерти. А вот, откуда же взялся этот череп? Череп, о котором мы говорим, это череп, его нашли в 1927 году. Археолог, которого фамилия Митчелл... Сейчас я фамилию забыла. Для меня с американскими фамилией очень тяжело. А у них с русскими. А у них с русскими, да. У меня и с русскими не очень хорошо. Это обнадеживает. Да, да, да. Короче, они... Это был очень известный археолог, который даже славился таким очень странным. Ну, то есть, он был очень, как это, активный, да. Вот он прототип Индианы Джонс. Это, в принципе, этот археолог. Окей. Который, узнав о том, что в Белизе, в сегодняшнем Белизе, происходит, есть, раскопали один город, и они туда поехали для того, чтобы искать, потому что, на самом деле, он занимался поисками Атлантиды. И у него была приемная дочь, которую звали Анна, и в этот момент ей было 17 лет. Когда она рассказывает в своей истории о том, что в 17 лет она полезла на какую-то из пирамид откопанных и нашла там, и видела что-то блестящее. Ее туда опустили, в это, значит, и она раскопала под заломами, завалами камней, мусора, раскопала вот череп. У черепа была пропущена нижняя челюсть. То есть человеческий череп. Челюсть, сделанный из кварца, в смысле череп, сделанный из кварца, в полную величину. Он весит 5 килограмм там полностью, почти 99% совпадают измерения человеческого черепа. И этот череп они подняли, и у него не было челюсти. Челюсть нашли... Нижнюю челюсть. Нижнюю челюсть, да. Нижнюю челюсть начали через 3 месяца. И через 3 месяца... И она очень интересна, что она прямо как на шарнирах садилась прямо туда, к этому черепу, очень легко. И могла двигаться при малейшем соприкосновении. С этим... Но дело в том, что нашли они его где-то в 1927 году, но до 1943 года, до 1944 года вообще об этом черепе ничего не было слышно. И только в 1944 году и сам Митчелл, сам Митчелл и Анна потом начали рассказывать об этом черепе. Сегодня в интернете очень много существует теорий о том, что это подделка. Я всегда вопрос, подделка чего? Что такое подделка? То есть они говорят, что это подделка чего-то. Но это не подделка, потому что... В чем история этого черепа? Люди обвиняют их в том, что они в 1927 году не объявили о том, что этот череп появился. То есть каким образом они его вывезли? Анна объясняет это в книге, в которых она написала, о том, что они не могли по некоторым причинам... Во-первых, если бы они объявили о том, что этот череп нашли, они бы должны были его отдать. И она рассказывает историю о том, что Майя... То есть это были раскопки на Майя-сайте. Да-да. Что Майя им подарили. То есть типа они им сначала отдали этот трайб Майя. Майя сделали какие-то ритуалы, и потом сказали, что мы хотим, чтобы вы имели этот череп. И они его вывезли. И действительно до 1944 года никогда о нем не говорили. И не говорили по многим причинам, потому что... Ну, во-первых, у них могли забрать. Во-вторых, они должны были декларировать. В-третьих, у них были инвесторы, которые вкладывали деньги. И они должны были этим поделиться. И Анна, просто чтобы понять о том, что действительно все рассказы о том, чем обладает, какими энергиями обладает этот хрустальный череп, не сказка. Анна прожила почти до 100 лет. И вот пока она жила, она все время владела этим черепом. Но я вот, я слушаю очень внимательно, и у меня все равно вопрос. Откуда было известно, что такое череп существует? Оно не было известно в том-то и дело. То есть вообще на самом деле... То есть она не искала... Нет, они просто делали раскопки Майя. Окей. И они делали раскопки, и она случайно залезла на пирамиду, зашла и увидела что-то блестящее. Когда ее туда опустили, она нашла вот этот хрустальный череп. Окей, то есть она не занималась поисками этого черепа. Ну, 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 это был ее день рождения. Люди говорят о том, ну, кстати, о том, что, в принципе, может быть, он, отец ее подложил туда этот череп, для того, чтобы ее удивить. То есть в некоторых вариантах рассказывается, что он сам нашел, или она... Но самое главное, нет. Череп существовал с 1927 года. Череп, который был найден на сайте Майя, раскопок Майя. Да. И тут идет очень много споров о том, кому он принадлежит. Принадлежит ли он Майя, или принадлежит он Ацтекам, или принадлежит он какой-то другой цивилизации. Потому что в цивилизации Майя и Ацтеков действительно есть, как бы, я бы не сказал, поклонение черепам, да? То есть у них... И во всей Мексике. Да-да. У них же есть вот этот праздник мертвых, да, День мертвых, Сынка Демая, да? И у них вообще черепа, и вот они ходили, да, обвешенные черепами людскими, когда... То есть у них отношение к смерти было совершенно другое. Поэтому то, что для нас эти черепа являются очень страшным, да, вот как бы мы смотрим на этот череп и думаем, вау, какой ужас, да? То есть типа на самом деле это купила моя мама когда-то, потому что она где-то что-то прошла. Для меня этот череп, я не собирательница черепов, но, кстати, в Чикаго есть огромный магазин, где очень-очень много черепов. И именно этот череп, вот этот известный череп был здесь на выставке в 2008 году. На Mind and Body здесь каждый год, два раза в году производит Mind and Body and Spirit выставка, и там был этот череп. То есть вот всё время Анна была владелицей, его хранительницей, и к ней, когда приезжали люди, она давала им пользоваться. Иногда она несколько раз давала его в какие-то коллекции, чтобы люди могли видеть. И только в 44... И только первый раз она дала его на... чтобы учёные просто проверили, что это такое. И в 64-м году... Значит, у Анны был друг Фрэнсис Дорланд, который... Он реставратор произведений искусства и долгое время занимался черепами. И Фрэнсис Дорланд, я так понимаю, уговорил её, наверное, что и в 64-м, по-моему, году они отдали её в лабораторию, этот череп, в лабораторию Хьюлит Паккарт. А Хьюлит Паккарт тогда занимался не только... Это не были компьютерные... Они не занимались компьютерами, они тогда занимались именно кварцами. И они полностью проверили этот... А в то же самое время уже находился в английском музее, находился другой череп. И очень часто люди его путают, потому что этот череп... Думают, что это то же самое. Но череп... Вот этот череп, о котором Маргаре... Вот этот Митчелл, он имеет... Это единственный череп, найденный, у которого нижняя челюсть отдельно. Все остальные черепа, они вместе. То есть у них челюсть... Вместе с... Челюсть, нижняя челюсть вместе с... Ну, вот как вот здесь, да? То есть вместе с самим телом. То есть часть черепа. Объясни мне. То есть кто-то это производил... Вот кто это производил тысячи лет назад, когда Майя... Это не было... Когда у Майя не было вообще инструментов для этого. Но это не был кварц, который был обтесан там дождями. Он был... Ну, 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 ну. Это был... Значит, вот давай я расскажу про то, что нашел Хьюлетт Паккард. Хьюлетт Паккард определил, что значит... Ну, что значит подделка? Например, что такое подделка? В современном обществе кварц можно... Из кусочков кварца его как бы... Его плавят и потом делают цельный. И кажется, что он цельный. Но на самом деле под микроскопами можно увидеть, что это сделанный кварц. То есть это не цельный кусок кварца, который вынули из земли. Да, то есть это не монолит. Значит, Хьюлетт Паккард увидел, что этот челюсть... Амин, этот... Череп. Череп вместе с челюстью отдельно вырезан из одного куска монолита. То есть они увидели в нем вот эти срезы, знаешь, вот сломы. Вот я могу тебе показать. Вот на любом этом. Вот есть вот такие сломы, где видно, вот кварц перестает расти, потом раз, начинает опять расти. То есть это просто как бы... В какой-то момент времени он перестает расти. И это показывает, что он сделан из одного куска монолита. Они говорят о том, что если бы ручными инструментами, которые были в тот момент у майя или любой другой трайп, которая существовала в Южной Америке, это делать, то ушло бы 150 лет на то, чтобы делать это... Чтобы его так обточить. Чтобы его так обточить. То есть этот череп имеет абсолютно профит полировку, которую в принципе вообще невозможно сделать даже при сегодняшних технологиях. Второе, что они нашли... Череп обладает поразительными оптическими свойствами, и на дне глазных впадин размещены изготовленные линзы и призмы, которые передают изображение предметов. То есть если направить луч света в центр носовой полости, то череп начинает светиться полностью, и вокруг него возникает яркий ореол. Также, очень интересно, кварц для того, чтобы его правильно обточить, его точат по определенным симметричным срезам, потому что иначе, если будет разное напряжение во время того, как его обтачивают, он просто треснет. То в Юлит-Паккарде определили, что череп был выточен без учета молекулярной симметрии кристалла и хрупкости. И это невозможно сделать даже сейчас. То есть профессионалы говорят, эта проклятая штуковина просто не должна существовать. Те, кто ее сотворил, не имеют ни малейшего представления о кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно игнорировали оси симметрии, и эта штука неименуемо должна была развалиться при первичной обработке. Почему этого не случилось, представить невозможно. И то, чтобы его отполировать, вот этот чрезвычайно твердый материал, мы знаем, где используется кварц, это является прямо, ну, не считая самых ценных кристаллов, да, там, как рубин и бриллианты, да, вот эти пяти, да. То есть это у него очень твердый материал. Нужны были очень современные технологии. Ни у майя, ни у ацтеков, ни у одного племени того времени не было этой технологии. И, то есть, откуда пришел на сайт Майя, плюс на сайт Майя, они не использовали вообще кварца, там нету таких залежей кварца. То есть вообще на территории Мексики, нет таких, Мексики и Белиза, и вот этих вот стран, нет таких залежей кварца вообще. То есть, когда исследовали, они узнали, что да, это не с этого места. То есть они даже думают, что единственное место, где есть такие залежи такого кварца, это где-то в Калифорнии. То есть, ну, он явно не пришел с Калифорнии. Ну, и еще что, то есть, откуда он там взялся, зачем он там взялся, и что он может делать, какими магическими свойствами обладает кварц, мы скажем, после перерыва. Уже договорились, очень интересно. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Нины Бастет, неочевидная, но вероятная. Разговор идет о кварцах, разговор идет о том, откуда они к нам приходят, как это все работает, как это все получается. Поэтому давайте продолжим. Номер телефона студии 847-400-5200, если у вас появятся вопросы. Ну, а пока, Нин, прошу вас. Итак, я хотела рассказать, о чем же этот уникальный череп, кроме того, что он действительно улекален тем, что он в то время не мог быть произведен, возраст кварца невозможно узнать, кстати, поэтому ученые не могут сказать, сколько лет этому кварцу. Но в те годы, когда его нашли, он не мог быть подделкой, потому что его просто невозможно было произвести. Его и сейчас произвести такого кварчества невозможно. Но чем же он все-таки так интересен еще другим людям? То есть вообще обычным людям, обычным людям. То есть, ну, я уже упомянула о том, что Анна, которая нашла этот кварц по истории, того, как она это рассказывает, прожила около 100 лет. И к ней приходили периодически люди, которые могли его прочувствовать, подержать в руках. Она его никому не отдавала, но, тем не менее, эти люди рассказывали очень интересные истории. Кстати, Анна все-таки пришла к выводу, что перед, недалеко, я не знаю, после какого года, не помню, не написала, что он очень слишком большой силой обладает и личной собственности никому не хотела отдать его. И подарила его музею американских индейцев в Нью-Йорке. То есть сейчас он находится в экспозиции музея и американских индейцев в Нью-Йорке. А Фрэнк Дорланд, о котором я уже упоминала, он был ее другом, известный реставратор, когда он занимался на протяжении шести лет исследованием этого черепа. И в 92-м году опубликовал свою книжку, которая рассказывает о том, что чем же отличается этот череп, вообще чем он такой уникален. Но первое, что он упоминает, это о том, что мы уже много раз говорили о том, что мы не можем уловить все вибрации, которые существуют в мире. И что он говорит о том, что только 2% длины волны, радиоволны человек может определить своим чувствами. Кристалл и кварца способен увеличить этот диапазон. То есть мы можем, имея в руках кристалл кварца, вот сегодня, вот сейчас этот подержу, мы можем уловить намного большие вибрации, то есть мы можем чувствовать энергию друг друга и так далее. Рассказы людей, которые соприкоснулись с черепом, подтверждали, что он оказывает глубокое воздействие на сознание, навеивает им особые состояния, которые сопровождаются разными запахами, звуками, галлюцинациями и видениями, экстрасенсорными явлениями и даже эпизодами паранойи. То есть мы говорили уже несколько раз о том, что войти в другое состояние, для этого существует много практик. И вот, как видно, посмотреть в глаза этому черепу или просто подержать в руке, то тоже тебя вводят в другое состояние сознания, твое сознание открывается. То есть есть люди, которые утверждают, что видят в хрустальной глубине странные видения из прошлого, а возможно из будущего. Других людей, костлявые пальцы, камни, голоса людей, хором распевающих, то есть видят прошлое. Давайте. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, очень интересно. Я читал о подобной находке, но это было лет 40 назад, только там упоминался не кварц, а горный хрусталь. Да, да, да. Я думаю, что мы говорим об одной тоже находке, потому что горный хрусталь и есть кварц. Просто вообще, почему по-русски перевели его как горный хрусталь, хотя горный хрусталь, вообще, насколько я понимаю, вот именно вот это будет горный хрусталь. Вот абсолютно прозрачный, абсолютно чистый, прозрачный кварц. А кварц, о котором мы говорим, вот этот череп, о котором мы говорим, он на самом деле не чистый. То есть он действительно из горного хрусталя, то есть прозрачного кварца. Есть разные уровни прозрачности, но тем не менее, да, это именно тот же самый череп. И давайте. Говорите, пожалуйста. А, да. Добрый день. Люблю такие передачи, спасибо вам большое. А я читал, если вы знаете, о черепе без челюсти, который был найден в Германии, Баварии. И по легенде, но точно не утверждают, этот череп, ведь нацистская Германия, Гитлер, они же любили мистику, принадлежал Генриху Гиммлеру. Немцы, вот нацистская Германия фашистская, она очень любила. Они отправляли эти экспедиции в Тибет. А дальше, а где эта судьба, этого черепа без челюсти, неизвестно. Там же вроде бы всем есть в приватной коллекции, в частной. Остальные там в музеях Вашингтона в США, кажется, в Парижском музее и в Британии. Да, этот череп, который вы говорите про Германию, якобы, ну то есть история говорит о том, что якобы этот череп был найден, и он действительно из коллекции Гиммлера. И вообще эти черепа связаны с одной интересной легендой, которая, мы не знаем, была действительно такой легенда или притянута просто за уши. Так как этот череп связан с Майя, кроме Майя дало нам, оставило нам очень много разных загадок. И одна из этих загадок это календарь Майя, который якобы прерывается в 2012 году по нашим подсчетам. И люди, которые как бы исследовали этот календарь, начали говорить о том, что в 2012 году закончится будет конец света. То вот с этим черепом, о котором Вадим упомянул, связана история о том, что в 2012 году якобы в Германию этот череп передали для исследования и его разбили. То есть потом вроде бы его вернули, и вот начались очень сильные споры о том, что все вот теперь точно конец света. Потому что легенда говорит, вот когда же эта легенда очень интересная по фильму. Стоп, стоп, стоп. А то я совсем уже сейчас. Вот сейчас я запутался. Это другой череп. Окей, другой череп. Значит, мы имеем один череп, который был найден в бедный из. Мы имеем, значит, череп Митчелла Хеджеса не единственный. Окей. То есть, ну, это самый-самый популярный, и это действительно единственный, очень-очень уникальный череп. Все черепа, о которых мы будем, я расскажу сейчас, они все разные. Они имеют разные размеры, разную обработку. Это череп. Вроде бы говорят о том, что тот череп, который из Германии, тоже имел отдельную челюсть, но он не был из чистого, из горного хрусталя, и был ли он вообще непонятно, потому что как бы притянуто куда-то непонятно. Но первые мексиканские христальные черепа известны с 1863 года. Но эти черепа были очень, они были не более 4 сантиметров, они были маленькие. То есть, есть несколько поколений, когда люди начали, мы начали, наше общество начало находить в этих местах черепа. То есть, первые, первые 863-67 году, они выставлялись на разных, но они очень маленькие. Потом, я не буду просто перечислять, просто потому что это первое поколение хрустальных черепов. Но они были еще очень интересны, вот эта первая маленькая, они были как бусинки. То есть, они были все просверлены сверху вниз, и может быть, это было как ритуальный действительно обряд, как бусинки люди... Как колье. Как колье, да, носили, да, типа. Потому что мы не должны забывать, что отношение к смерти у этих народов совершенно другое было. Это мы боимся смерти. Они... Я расскажу сейчас очень интересную про Майя историю, потому что связана она именно с тем, с вашей предыдущей передачей про футбол. Но отношение к смерти было другое. И поэтому эти черепа, может быть, действительно это называлось первое поколение. Второе поколение, это уже был череп в натуральную величину и без всякого вертикального отверстия. И самый первый до вот этого черепа, о котором я рассказывала, Митчелла, появился в 1881 году в парижском магазине. Был такой очень известный человек, француз, его зовут Бабан, и он антиквар, который привез музейный бизнес-коллекцию в Нью-Йорк и провел аукцион. И на этом аукционе был продан череп величиной в... тоже человеческий череп. И как вы думаете, кто его, интересно, купил? Его купила Тиффани. Ага. Но и закупила его за 950 долларов, и 10 лет спустя Тиффани продала череп в Британский музей за ту же самую цену. За 950 долларов. И третье поколение, вот это уже третье поколение, это череп Митчелла Хеджеса, это третье поколение находок этих черепов. Считается, что череп, который находится в Британском музее, подделка. Я не понимаю, что они имеют в виду, подделка. Подделка чего, о чем? Подделка, это значит... Настоящего черепа, может быть. Это значит, настоящего черепа, то есть... Ну, который был найден. Ну, нет, ну, такого нету. То есть, когда люди говорят о подделке, это значит, я имею Тиффани кольцо, и я сделаю копию, и будет подделка. То есть, если в 1880-х годах, что они подделывали? То, что они нашли, которое пришло изранее. То есть, это все равно, да, это было сделано какими-то умельцами, но опять же, я думаю, что чтобы мы не проверяли, это была другая форма черепа. Притом, они говорят о том, Это не была копия, точная копия. Копия чего? Да. Копия чего? Человеческого черепа, так это и есть оригинальный череп, это и есть интересная вещь, которую, как ты можешь сделать такую копию в тех условиях, то есть, когда не было лазера, не было, понимаешь, да, то есть, череп Митчелл Хеджеса, он уникален. Он уникален именно вот этой отдельной челюстью, которая на шарнирах, там есть какие-то линзы, которые там, он уникален тем, что у него потрясающая полировка. У этих других нету такого, нету такого качества обработки. То есть, подделка, ну хорошо, тогда назовём это подделкой черепов, которые были нам даны атлантами. Правильно? Потому что, если мы говорим о том, что у индейцев, первое, ни майя, ни ацтеки, ни одно из племён не имело, не имело кристаллов, чтобы вырезать это, не имело возможности это вырезать, да, и мы знаем о том, что у них, у индейцев, у индейцев Америки были боги, которые, они говорили, были белые, белокожие, рыжие, с усами, с бородами. У меня-то другой вопрос есть. Так. Если невозможно определить возраст кварца, тогда единственное, что мы можем сделать, мы можем определить дату находки этого черепа, но мы не знаем, когда он был сделан и был сделан этими маями. Он не был сделан маями. Или ацтеками. Он явно не был сделан ни мая, ни ацтеками, потому что у них не было, они обрабатывали... Абсолютно другая цивилизация вообще. Абсолютно другая цивилизация. То есть мы знаем о том, что и майя, и ацтеки, и вообще народы Южной и Центральной Америки имели, поклонялись божествам, то есть они поклонялись тому, кого они считали богами, которые вроде бы сошли с небес. Да. И эти боги выглядели, это были белокожие, высокие люди, рыжие волосы, с бородами и усами. И они знали, что эти боги оставили им цивилизацию. Они их научили всему, что знали майя. Всей этой цивилизацией, которая непонятно... Ведь какие загадки оставили майя? Непонятно, каким образом они построили эти пирамиды, так же, как и гиптяне, да? Ну да. Каким образом они сделали то, что они делали? И если предположить, как одна из предположений, о том, что действительно существовала такая цивилизация, Атлантида, да? То есть Атлантида, Лемурия, Атлантида. И эта цивилизация знала, что она погибнет. И по всему миру, по всему миру, по всей земле были... Туда ушло определенное количество людей до того, как эта цивилизация погибнет, для того, чтобы другим цивилизацией, уже следующей цивилизацией, передать знания. И на самом деле у Майя есть... Они говорят, мы, кстати, много раз уже об этом говорили, о том, что мы пятая цивилизация на земле. И у Майя есть такая же самая, что первая погибла там от воды, другая от огня. То есть вот я не буду сейчас упоминать это, да? Но тем не менее, у них были боги, эти божества. И почему... Кстати, есть одна из теорий о том, почему же такие воинственные племена, которые жили на Центральной и Южной Америке, почему же они все-таки их смогли повелить? Какое-то там 200 человек высадились, этих европейцев, или сколько так? Короче, кроме того, что они победили их тем, что там пришли болезни, которых они не знали, это уже вторая часть. Но первая часть, они их победили потому, что эти люди ждали возвращения богов. И когда эти 200 человек, которые выглядят как боги для них, пришли на их землю, приплыли на чем-то, которого они ничего не видели, да, такое? То есть они были обескуражены, да. Они подумали, что вернулись боги. Они сами им сдавались, они их встретили очень, очень дружно. В смысле, очень дружелюбно. Поэтому, как бы, откуда, вот лично, мое мнение, то есть зачем спорить там? Я думаю, что может быть, вот этот действительно какой-то уникальный череп, который был действительно дан майя, для чего мы не знаем, потому что есть много... с чем связано вот это поклонение черепу? Есть легенда о том, что вот это вот, который был построен, был сделан фильм Спилберга. Кстати, интересно, что они не говорят, откуда им пришла идея этого фильма. Это секрет. Но никогда идея фильма просто так не приходит. То есть на самом деле такие вот творческие люди получают информацию. То есть есть очень много фильмов, которые уникальны, которые действительно получены информацией от высших сил. То есть люди просто на этой волне, им приходит информация, они пишут сценарии и ставят фильмы. То есть вот этот фильм, там тоже 13, 13, откуда-то число 13, мы не знаем, 13 черепов, которые нужно собрать всем в одном месте. и типа тот человек, который будет собрать всеми тренетами. Ну вернее, да, то есть откроется прошлое и будущее и будет управлять, управлять прошлым и будущим. Что значит управлять прошлым и будущим? Это значит, в принципе, эти черепа, это вообще кварц является, то есть они будут видеть прошлое и будущее. И те люди, которые действительно имели, держали в руках этот череп, они видят прошлое жизни. То есть прошлой цивилизации. Сегодня, кстати, очень много, мы уже говорили о некоторых из них, как айваска и там грибы, там много разных веществ, которые могут ввести тебя в состояние, когда ты будешь видеть эти прошлые жизни или регрессии в прошлой жизни. Сегодня техник много. Но вот кристалл кварц является одним из этих таких способов. Почему? Потому что очень интересно, я скажу о том, каким же образом, то есть для тех, для скептиков, которые не верят в то, что вот, подержав вот такой кристалл-болл, то есть такой шарик, да, можно излечить какие-то болезни или можно расширить свое сознание. То есть люди, которые действительно чувствительные, они, и вообще любой человек может это почувствовать, просто наш мозг нам не дает это делать. То есть нужно войти в определенное состояние, взять в руки этот кварц, камень, и тогда ты почувствуешь то, что он может сделать. Еще один вопрос. Любой кварц или какой-то определенный вид? Нет, у кварцев очень много, кварц, он составит, 60% минералов на земле состоит из кварцев. И они бывают разных цветов, разных, разных этих вот, у кварца очень много, как называется, формацией, то есть как он, вот, например, вот эта формация, если ты видишь, вот посмотри, ты видишь там, как внутри пирамидки, это называется фэнтом, это фантом внутри. То есть это то, как кварц рос, он рос, остановился, потом опять прошло там миллион лет, он опять раз вырос, остановился. То есть они определенными, определенными свойствами обладают. Помнишь, у меня была сказка про полтергейст? Да. То есть это вот кварц, вот тот, это именно тот кварц, который во время полтергейста помог угна, вы выберете вот. У нас вот камера. вот камера, вот этот кварц. Да, то есть есть, например, вот этот интересный кварц, если вот его ты потрогаешь, у него такие как нарезанные, то есть это натуральное состояние. Да. Этот кварц называется Lemurian seeds, то есть лемурийцы, когда их раса, их цивилизация погибала, оставили по всему миру, по легенде, такие кварцы. И если ты заходишь в медитацию и трешь этот кварц, ты можешь видеть прошлые жизни. Вау. То есть очень много. То есть вот это, видишь, вот такой вот болт, который внутри. Сейчас, секундочку, у нас есть звонок, поэтому давай попробуем принять. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос вашей гости. Пожалуйста. Как она относится, если она знает Джуди Спензера? Потому что то, что она рассказывает, очень многие вещи настолько перекликаются с его исследованиями, которые он делал. Вот, в частности, я прочтала эту книгу сам себя. Спасибо. Очень интересная. Просто интересно, как она к этому относится. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вам честно скажу, я знаю про Джуди Спенсера, я не читала его книги, но я понимаю, что он больше работает с мозгом. И, вы знаете, сегодня такое количество хороших, очень умных, очень продвинутых авторов, что невозможно читать всех и вся. Поэтому, как бы, я знаю про него, я знаю очень много людей, которые сильно ему следуют. И, ну, что он конкретно писал, я так понимаю, что Джуди Спенсер, он конкретно про мозг говорит, там, по работу мозга. И вот, пласябо, пласябо, да, то есть, я хочу просто, чтобы вы поняли, что работа с кварцами — это не пласяво. То есть, это не то, что вы себя уговариваете, что это работает. А это по-настоящему работает, потому что вибрации минералов, кристаллов, и вообще все натуральное, что сделано Богом, создано, да, то есть, сначала было создано, Богом было создано сначала царство минералов, да, то есть все камни, потом царство растений, потом царство животных, И потом только человек Да, если мы отсюда пойдем По легендам уже Другим Поэтому это все, что было до нас создано Было нам дано для того, чтобы мы этим пользовались Для помощи Поэтому это не пластибо То есть я не читала пластибо, может быть там Просто я знаю про эту книжку, но я ее не читала Но это я просто хочу, чтобы вы поняли Это не пластибоэффект Это эффект по-настоящему работы Которая действительно работает Для того, чтобы понять, почему же Кварц вообще может такие вещи делать То есть лечить людей Помогать людям, повышать их Уровень энергетики Есть такая наука Это раздел физики Отдел физики, который называется кристаллография И это не является никакой Мистикой То есть они являются Полупроводниками И кристаллическая решетка Под внешним воздействием меняет свои свойства То есть если раньше мы Мы не знали каким образом Просто у нас это очень дорогое еще оборудование И мы не можем просто так взять и сказать Что мы сейчас будем использоваться Кристаллом для нанесения на него Информации и считывания Но есть такая информация О том, сейчас секундочку О том, что например Например, в Советском Союзе Военно-воздушные силы В течение, я не знаю, в каких годах Использовали такой прибор на самолетах Который называется свой-чужой И этот прибор Там был кристалл Программированный на определенную частоту То есть он посылал сигнал, если он видит И если возвращалась что-то другое Другая частота То это они знали, что это чужой И вот когда угнали самолет В Японию То есть японцы не могли разобраться С этим кристаллом Они продали его США Но в течение всего целого Вроде бы в течение года Советское правительство Полностью поменяло все эти кристаллы Потому что Его нельзя скопировать на расстоянии Словив частоту Но имея это Можно его как бы смоделировать Вопрос по поводу кристаллов Кристаллы работают на всех людях Давай так Работают на всех людях Или только на каком-то определенном Психитарном типе Работают на всех людях Но для каждого человека Есть свой кристалл То есть Знаешь, вот есть люди Которые носят, например Только определенное кольцо Да А есть люди, которым, например Определенные сережки Которые подарила бабушка Делают головную боль Или приносят какие-то болезни Это значит о том Во-первых, они записывают информацию То есть кристаллы Купят информацию И являются вот как библиотекой И все, что они информацию накопили Поэтому их все время нужно чистить Поэтому нужно Есть определенные процедуры Которые нужно с ними сделать И кристалл нужно подбирать человеку То есть человек должен прочувствовать Или кто-то должен ему в этом помочь Подобрать кристалл Который будет ему помогать Окей, тогда... И поэтому, если, в принципе, кого-то интересует Они тоже могут мне позвонить И, кстати, я буду в конце января следующего года Организовывать ретрит Который мы поедем на выставку кристаллов И мы будем подбирать эти кристаллы И поэтому мой телефон 224-688-0155 224-688-0155 И чтобы закрыть Я просто расскажу историю про Майя Значит, очень интересная история Связанная с прошлой передачей С прошлой передачей Про футбол Так вот, Майя, как видно, они были Или ацтеки, они были первыми, кто играл в футбол То есть играли они мячом в 6 килограмм На минуточку Очень травматическая игра была Их выбирали Это были очень отборные игроки И победитель, капитан победителей Был казнен Он был внесен в жертвы И это считалось очень-очень благородной миссией Потому что этот человек, который побеждал Он становился полубогом Вау И поэтому туда было очень тяжело попасть Поэтому именно победителей То есть что делали с побежденными Мы не будем говорить, и мы не знаем Но футбол пришел, как видно, еще с тех времен Очень интересная игра Наверное Поэтому у нас тоже так много Мертвых игроков Да, травматизм И все-таки они не играют Каучуковым мячом в 6 килограмм Да, пока нет Пока нет, да Аниночка, спасибо огромное Время идет Мы должны заканчивать А про любовь мы поговорим в следующий раз Обязательно Обязательно Про эмоции Про любовь закончим передачу с прошлого раза Уже договорились Спасибо Всем огромное спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok